Возвращаемся в студию, эфир продолжается. Я с удовольствием передаю слово своему соведущему Стефану, тем более он уже не один. Конечно не один, в большой компании. И сейчас мы поговорим о том, что в этом году весь мир отмечает 250 лет со дня рождения великого композитора Людвига Ванна Бетховена. И более подробно нам об этом расскажут Арман Тигранян, художественный руководитель и главный дирижер немецкого оркестра Камерата Армония. Денис Карлов, художественный руководитель и главный дирижер Камерного оркестра Крымской государственной филармонии. А также Наталья Слободырева, директор и менеджер международной компании Мета-Артист Интернешнл. Доброе утро. Итак, давайте сразу к делу. Насколько для мира, для России, для Крыма круг сужается это важное событие? Ну, на самом деле, действительно, я очень рад, что этот проект состоялся. Дело в том, что впервые вот такой вот формат, который мы используем, дело в том, что, да, действительно, шедевр мировой культуры Пятая симфония Бетховена. Ну и, конечно же, то есть Камерный оркестр в полном составе. Ну и так как учитывая, что это симфоническое произведение, то мы еще привлекаем студентов нашего музыкального училища имени Петра Ильича Чайковского для действительно вот такого совместного интересного проекта. То есть студентам музыкального училища, которые еще только начинают постигать этот путь музыканта, они уже имеют возможность работать с профессиональными музыкантами и с дирижером мирового класса. Ничего себе, это же огромный опыт. Да, это колоссально, это действительно очень здорово. И вот тот процесс, который вот сейчас вот уже происходит, помимо всего, мы еще, у нас будет также встреча студентов с нашими постоянными партнерами и друзьями. Это Крымский медицинский колледж во главе с Аркадием Писаревым, где у нас будет 12 февраля тоже такая творческая встреча вот именно со студентами, где они будут слушать вот этот мировой шедевр. Но также у нас первый наш концерт пройдет 9 февраля в 16 часов на основной сцене Русского академического драматического театра имени Горького, а также в Феодосии 16 февраля в 17 часов ТК «Чайка». Ну и заключительный концерт уже будет в Севастополе 21 февраля. А сколько всего концертов? Всего будет 4 концерта. Итак, хотелось бы от вас услышать, каково это вам передать азы своего, свои познания, навыки студентам, подрастающему поколению. И вообще, тема для вас близка – юбилей композитора. Ну, абсолютно. Ну, я думаю, все музыканты идентифицируют себя с Бицхоменом и с его музыкой. Это, конечно, гениальный композитор, и он говорит о очень многом человеческом духе и преодолении. И всегда носитель миссии человеческой, которая очень, как сказать, привлекает людей из всего мира. Особенно пятая симфония Биткоина, она всемирно известная. Ну, так же и девятая, но пятая была все-таки впереди, да, опередила. Касаемо студентов, здесь я сам вспоминаю всегда, когда я учился, и у меня тоже всегда была возможность прикоснуться к работе профессиональной. Всегда смотрел на ситуацию с точки зрения того, чтобы я смог сделать то, что от меня, мои профессора часто, или дирижеры, с кем я работал, еще когда был студентом. Это был очень интересный опыт для меня. И сейчас я смотрю на эту картину с другой стороны. И вспоминаю даже сложности, может быть, которые в то время не надо было преодолеть. И я с удовольствием делюсь и с опытом, со знаниями. И, конечно, идея Дениса, она замечательная, потому что не всегда есть возможность именно сыграть трудные произведения, гениальные произведения, с профессиональными людьми и студентами, и преподнести это все на высокий уровень. Это наша задача, моя задача. И я думаю, что для меня это огромное удовольствие. Просто поделиться всем, что я могу, чтобы улучшить и игру, и дать замечательный концерт нашей публике. Армен, следующий вопрос также вам. Хотелось бы узнать, кто в оркестре, если там еще и именитые музыканты? Кто в оркестре, если кто? Если там еще и именитые музыканты. Что это за коллектив? Вы имеете в виду коллектив мой? Да, да, да. В Германии? Тот, который будет в Крыму. А, в Крыму. Да, но это коллектив Дениса. Это замечательные молодые и профессиональные музыканты. Я уже с ними провел две репетиции. Они замечательно выполняют задачи, сложные задачи, играют музыкально. Да, и, конечно, также и студенты, с кем они из Чайковского. Да, из Симферопольского музыкального училища. Во, да. И, конечно, я думаю, многие из них в первый раз, наверное, играют это произведение. Да. Да, и здесь вот именно задача такая непростая. Потому что у нас есть профессионалы, именно камерный оркестр Дениса. И в этом смысле молодые ребята, они очень быстро должны как-то зайти в те ощущения, в которых находятся уже профессионалы, имеющие огромнейший опыт. Да, и, конечно, на концерте мы сделаем все, чтобы совместно пройти этот путь до конца. Как вы уверены в том, что все получится должным образом? Да, конечно. Конечно, собственно, я уже наблюдаю за ходом репетиции, уже процесс идет. И самое интересное, что музыканты, причем и камерного оркестра, и студенты, они настолько загорелись этой идеей, они хотят вместе действительно творить вот этот величайший шедевр мирового искусства. Потому что Бетховен действительно это воплощение всего самого человеческого, что существует в природе. Действительно, так исторически сложилось. То есть вот тот вот код, который заложен в этой музыкальной драматургии, он действительно направлен на то, чтобы человечество стало добрее, лучше, светлее, чтобы понятие дружбы, понятие судьбы, борьбы, вот этих всех именно сильных волевых человеческих качеств, которые вот именно присущи человеку, вот они есть все, отражены в музыке. Денис, вы настолько вдохновенно об этом говорите, что я со своей прекрасной соведущей постараемся улучшить время и также посетить эти мероприятия. Как вы считаете, насколько для полуострова это актуально? Будет ли аншлаг? Ну, актуально это невероятно. Дело в том, что вот тот дар, который вот Арман, Тигранян, вот даже вот в этих мероприятиях дарит республике, во-первых, это обмен опытом своим, да, с молодыми музыкантами. Это очень важно. Дело в том, что, ну, где еще и при каких условиях студенты, просто обычные студенты музыкального училища, которые только-только начинают, да, я уже повторяюсь, да, будут иметь возможности, да, вот соприкоснуться с профессиональным дирижером, да, с профессиональными музыкантами. Это, во-первых. Во-вторых, вот именно в таком формате Пятая симфония будет исполняться впервые в республике. Поэтому тут однозначно. И география у нас достаточно широкая по республике, там, где мы будем посещать. Поэтому здорово. Я вот также благодарен и Наталье, потому что она вообще человек очень опытный, работает в крупнейшей европейской агенции. Она знает тоже и наблюдает, как вообще происходят вот такие мероприятия в мировом масштабе. Как вы считаете, то, что будет на полуострове происходить сравнимо с масштабами мировыми? Ну, я думаю, что то, что здесь вот Денис сейчас создал эту идею фестиваля и Бетховена фестиваля. Я понимаю, здесь в России очень много празднуется фестиваль. Был фестиваль Чайковского, или не фестиваль, юбилей, сейчас праздновали с Чайковского, потом был Прокофьев, сейчас будет Рахманинова юбилей. Но здесь вот юбилей Бетховена, который целибрируется, празднуется в Крыму. Это очень уникальная идея. И, конечно, это будет, наверное, развиваться на будущее. Я думаю, для публики это будет очень интересно слушать с таким потрясающим ансамблем, и со всем, что сейчас Денис здесь осуществляет, все эти идеи, я думаю, что, конечно, это будут феноменальные концерты, и публике будет очень интересно слушать, конечно. Вопрос ко всем. Бетховен, это классика мировая, классика музыки, выросло много-много-много поколений людей, поколений музыкантов. Как вы считаете, когда-нибудь все-таки чары этой музыки иссякнут, или все-таки эта музыка вечна? Я считаю, что пока есть человек в том понимании, в котором он есть, то эта музыка будет актуальна всегда. Как прекрасно вы говорите. Я абсолютно согласен. Думаю, есть некоторые параллели, ну, их можно найти и в искусстве, и в литературе. Насколько мы существуем, я думаю, это будет сопровождать нас вечно. Огромное вам спасибо за такие интересные новости. По крайней мере, не знаю, как наши телезрители, хотя, чего же знаю, наверняка не я один, захотели посетить эти необычные мероприятия. И нашим телезрителям хочу напомнить, что это утро вместе с нами встречал Арман Тигранян, художественный руководитель и главный дирижер немецкого оркестра Камерата Армония, Денис Карлов, художественный руководитель и главный дирижер Камерного оркестра Крымской государственной филармонии, а также Наталья Слободырева, директор и менеджер международной компании Meta Artist International.